МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня в программе клёвые тачки, ракета, а точнее автомобиль, который готовится завоевать кубок барнаульской ракеты. Итак, сегодня в программе Семён Россихин и его боевой ВАЗ-2106. Семён, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, но это ведь реально ракета! Ну да, своего рода ракета, так сказать. Но на самом деле автомобиль не на каждый день. Он просто выглядит по-боевому, технически, на самом деле, практически околостоковый автомобиль. Автоспорт требует жертв, потому что на самом деле тут не исключены контакты. У нас очень сильно развивается сейчас зимний дрифт, потому что летний очень дорогой. Здесь всё в основном на Жигулях, потому что у этой автомобиля очень грамотная развесовка. Вес кузова, то есть она очень лёгкая, и на льду она толкается. И этой скорости, мощи двигателя этого за глаза хватает. Всё дело в этих автомобилях на самом деле это в передней подвеске. То есть это увеличенный выворот и хорошая резина. Всё выпили на арке, чтобы на кочках колёса колья расширенные стоят, чтобы они не задевали в арке, они по максимуму выпилены. Под капотом обычный двигатель, он, правда, совсем немного обычный. Он стоит от Нивы, объёмом 1,7 литра, собран на блоке от Нивы, а вверх стоит от обычной ВАЗ-2106 от полтора литрового мотора. Всё там, чуть-чуть просто там кое-что запилено. Всё сделано руками, никаких тюнинговых деталей вообще нет. Вот здесь у нас разгон, здесь постановка, перекладка. А чё, ты знаешь, что-нибудь говорить-то? Сейчас нормально, я сейчас приду в чувства. А чё? Автоспорт, получение удовольствия, получение адреналина. После таких гонок, просто я вам скажу, что не хочется даже быстро ездить, и всё желание в городе отпадает ездить очень быстро. В салоне были какие-то изменения? Здесь руль стоит неродной, сидение моё неродное, ну, пожалуй, всё. Ну и то, что из заднего сидения нету, это как бы, ну, просто что-то его нету. Я не помню, почему уже. Техническое состояние автомобиля у вас не вызывает никаких сомнений? Ну, оно постоянно, техническое состояние автомобиля постоянно изнашивается с каждой гонкой, и к автомобилю постоянно нужно внимание. Я предлагаю вам съездить в сервис и проверить аккумулятор и технические жидкости. Едем. Здравствуйте, что будем делать? Здравствуйте, нужно проверить масло. Масло черновато, надо менять. Да, горит оно на больших оборотах. У нас есть промывка БИДЖИ, она удаляет грязь, старое масло и нагар. Льём. Это и есть БИДЖИ-установка для промывки масляной системы двигателя. Она подключается к масляному фильтру, под давлением продувает масляные каналы двигателя. То есть сначала воздухом выдувает старое масло, затем новое масло входит под давлением в двигатель, затем выгоняет новое масло из двигателя также под давлением воздуха. То есть пробка не нужна, масло заливная? Нет, она открыта. То есть всё в поддон стекает. Для промывки достаточно одного литра масла. Можно также как промывочно, так же и обычным маслом воспользоваться. Занимает времени, это 10-15 минут, то есть не больше, чем обычная замена масла в двигателе. Промывка завершена, теперь заливаем масло. В нашем сервисе большой ассортимент масел разных марок. После запуска НДВС проверяем масло по щупу. Масло у нас по максимуму. Дополнительно проверим аккумулятор. Данная услуга бесплатна. Без нагрузки 12.6, под нагрузкой 9.8. Аккумулятор хороший. От нашего сервиса вам подарок, машинка. Спасибо, я вас в свою очередь приглашаю на третий этап кубка Барнаульской ракеты 26 февраля. Приходите, будет интересно. Начало в 12 часов. Семен, программа «Клевые тачки» благодарит вас за участие, дарит вам диплом участникам, желает вам безопасных дорог и успехов в завоевании кубка Барнаульской ракеты. Спасибо. А я напоминаю, если и вы хотите принять участие в нашей программе и рассказать о своем любимом или необычном автомобиле, пишите, звоните. Увидимся. Пока. Ну а мы еще кружочек. Спасибо.